доброго дня уважаемые зрители мы с вами продолжаем наши страдания языке java вот кто только присоединился я очень не люблю этот язык мне больше значительно нравится язык питон но нам не справиться с курсом по системной архитектуре без языка java поэтому основу мы смотрим итак сегодня мы поговорим про то что называется примитивными или базовыми типами данных на самом деле это просто целое число чем же они отличаются друг от друга гляньте сколько их много да там байт шот int long ну чар это понятно это символ вот кто не знаком с ютфом тут можно посмотреть но зачем а секрет просто было время когда память стоил очень дорого очень дорого вот и если у вас была переменная которая например отображал человеческий возраст то не надо было для этого создавать в годах не нужно было создавать переменную с типом фото потому что человеческий возраст вряд ли перевале за 127 лет переменная типа байт вполне прекрасно отработает для того чтобы показать человеческий возраст ноль лет ну ребенок не достиг года не там старец 90 100 110 ну если у вас будет старец которому будет больше у вас будет в программе ошибка тогда будете чинить вообще на практике бы там хватило бы за глаза переменный байт с другой стороны могли быть переменные более большие да там возраст минутах и нужно было бы использовать переменную типа интеджер соответственно это для экономии по умолчанию следует применять переменную интеджер там общая такая договоренность если интеджера не хватает поставьте long что еще есть есть типы с плавающей точкой друг от друга они отличаются ну настолько же сколько предыдущие то есть размерностью до флот это 32 бита дабл это 64 здесь какой-то особенности нет логический тип true или false булевская алгебра тоже ничего такого невероятного нет символьный ну собственно символами до каретка переводы мы с вами в курсе по основам программирования оставлю на него ссылку все об этом там говорили здесь это выделено вот отдельный тип ну джава она вообще очень любит все эти сложности вот на ровном месте создавать на там где питом просто это все проскальзывает или подобные языки это в джаве это будет я не говорю что это плохо а то сейчас джависты мне тут напишут сообщение что ты ничего не понимает джаве наверное это не столь просто критично с точки зрения проектирования на мой взгляд важно то что язык код на джаве сложный сложно читаемые по сравнению с кодом на питоне в разы чар да это отдельный тип под него выделяется 16 бит предвижу вопрос от новоприбывших которые никогда этим всем не занимались можно ли менять размер нет нельзя это именно тот кусочек памяти который резервируется под ваш перемен этот считать что это такой контракт да когда вот вы что-то отправлять кораблем ваша компания на контрактует вот этот объем и вы не перед не поменяйте его точно вам придется поменять перемену а это такая эпопея что мы даже обсуждать не будем на считайте что не поменяйте с логическим типом ясно символьный проговорили вот для некого понимания я добавил пару слайдов с другими языками собственно язык си шарп это тоже си подобный язык как бы как эта история произошла был язык си потом все плюс плюс потом собственно java потом был си шар вот а дальше там понеслось вы видите что даже название совпадают единственного интеджер вот здесь например он занимает 4 байта у нас собственно чем он отличается можно просто посравнивать цифры и есть просто дупы да вот например шот с байт децимал если я правильно все это читаю вот есть некоторые изменения в том что вот здесь не наблюдается еще какие-то типы и не все сюда смог запихнуть их больше в языке си шарп вот но это все это все говорит от нам о том что это все близко родственным вот прежде чем мы про и слайд поговорим давайте поймем что такое примитивные или базовые типы это то что находится на самом деле внизу если взять программу и отложить его как дерево то листочками в конечном итоге будут примитивные типы да это будут например если мы говорим про сложную какую-то программу например там учет покраски автомобилей все равно цвет в конце концов да там он это будет какой-то допустим из 1с какой-то когда же справочник на справочники справочник мы пока джава еще с вами толком не разбирали и суббота нет якобы не разбирали да поэтому но говорили про 1с я сделан несу вот справочник будет реквизит на цвет и значение реквизита какое будет ну строка строка синий красный зеленый опять сложный достаточно на справочник ссылка сложность составной реквизит ссылочного типа а уж я молчу там про всякие регистры и так далее там даже не сущность везде давай так своя атмосфера но в конце концов будут примитивные типы это вот к тому что это нужно понимать не надо делать вид что вот ссылочные типа это важно а примитивно это какая-то фигня все сущные типов все объектные сложные явления все равно сводится к ним я не говорю о том что data science в итоге все равно для работы будет требовать от вас картину в рамках примитивных типов потому что алгоритмы ссылочные типы особо не обрабатывают мягко говоря не обрабатывают статичи статическая ли динамическая типизация вы просто с этим столкнетесь нужно это тоже статическая типизация тогда для того чтобы объявить переменную еще раз кто не понимает смотрим сначала курс по основам программирования чтобы объявить переменную вам нужно будет сначала указать его тип ну то есть сказать системе система ну условно некая такая вот эти сущность зарезервирует пожалуйста мне переменную и в ней зарезервирует 32 бита там будет лежать там целое число зависимости от языка динамическое это мы не говорим системе что там будет лежать мы не говорим сколько под это надо зарезервировать она сама это знает и определяет это исходя из того что находится по правую сторону от операции присваивания то есть значка равно например так действует питом питом вы видите да есть опять же логическое есть целое число есть плавающие комплексные числа ну о них не будем там своя атмосфера но есть тип строки все проще чем джаве ну логично потому что заморачиваться вот это все раздроблять в рамках динамической типизации порождать ошибки есть вообще прекрасный язык 1с там есть число строка дата булева это про примитивные типы в основной дробить число на два десятка типов как все шарпитов никто не стал но в 1с невыносимо сложная структура ссылочных типов она еще и динамическая поэтому там своя сложность она в одном месте на этом спасибо за внимание собственно до свидания